Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов. Сергей Владимирович, в указе президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, определены ключевые направления развития системы образования. И в частности, вот одной из первых называется задача по созданию конкурентоспособной системы среднего профобразования. Она должна обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями времени. Но в последнее время действительно этому уделяется очень пристальное внимание. И, конечно, хотелось бы выяснить, сегодня система профобразования Чуваши, каковы ее сильные стороны и над чем еще стоит поработать? Действительно, в указе президента России упор делается на подготовку рабочих кадров, специалистов среднего звена и на дальнейшем модернизацию системы среднего профессионального образования. Надо сказать, что Чувашская Республика вложила более 4,5 миллиардов рублей в развитие системы среднего профессионального образования. И вот одной из сильных сторон является это как раз материально-техническая база учреждений среднего профессионального образования Чувашской Республики. Я думаю, это благодаря усилиям и правительства, и самое главное, в соответствии с поручениями главы Чувашской Республики, уделяется именно большое внимание подготовка не только для Чувашской Республики, но и для экономики Российской Федерации. И вот по итогам экономического форума в Санкт-Петербурге в 2017 году инфраструктура системы среднего профессионального образования Чувашской Республики была признана самой лучшей в Российской Федерации. Прекрасные результаты. То есть база создана, фундамент есть? База создана, да. Сейчас идет работа над тем, чтобы повысить качество подготовки наших выпускников учреждений среднего профессионального образования. Они именно должны быть заточены как на экономику Чувашской Республики, так и на экономику Российской Федерации. Вот та задача, которая поставлена президентом России, о повышении производительности труда ежегодно на 5% невозможно выполнить, если не будем готовить систему среднего профессионального образования, переформатировать, именно повысить то профессиональное контент, которое будут иметь выпускники системы профессионального образования Чувашской Республики, Российской Федерации. Но я бы сказал, даже эту задачу надо поставить более шире, потому что сейчас в рамках одного уровня образования зациклиться невозможно. Дело в том, что у нас в системе образования Чувашской Республики сложилась традиция так называемого непрерывного образования. Вот у нас создана в Чувашской Республике такой интересный опыт, как Центр инсталляции профессий. То есть совместно Министерство труда, Минобразование, специалисты центров занятости приходят к нам, тестируют. Но потом мы ребенка. Наши центры инсталляции, они созданы по кластерному принципу, 8 учреждений среднего профессионального образования, мы ребенка погружаем в ту среду, то есть ту рабочую профессию, специальность, чтобы ребенок руками почувствовал, что такое радиомонтажник, что такое сварщик, что такое, допустим, фрезеровщик на станке с ЧПУ, ну и другие интересные вещи. И вот сейчас действительно, буквально 21 ноября у нас был так называемый прес-тур, когда представители российских средств массовой информации посещали, сначала 20 числа посетили Республику Татарстан, посмотрели, как функционирует после создания межрегиональных центров в сфере IT-технологии в Республике Татарстан, и посетили 21-го наш межрегиональный центр на базе Чебоксарского электромеханического колледжа в сфере машиностроения, и посмотрели, вот какие же все-таки результаты, поскольку государство более 600 миллионов рублей, это и федеральный бюджет, и наш республиканский бюджет, и средства работодателей, и средства самообразовательного учреждения, вложили в подготовку кадров. Как дальше развивается? Хотя проект был рассчитан на 16-17 год, и дальше этот проект уже нашел продолжение к тому, что как дальше образовательная организация развивается? А развивается очень, будем говорить, такими позитивными шагами. То есть на уровне образовательного учреждения создан так называемый консорциум. Более 60 субъектов Российской Федерации, представители образовательного учреждения вошли в это консорциум. То есть опыт, не только те современные технологии подготовки кадров, но и методические разработки, они стали, по сути дела, общим для вот этого консорциума. Представители семьи, субъект федеральных кругов участвуют в этом консорциуме. Я думаю, что этот консорциум еще не закрыт, и больше образовательных учреждений подключатся к тому, чтобы создается, так называемое, единое образовательное профессиональное пространство для подготовки кадров не только в Чувашской Республике, но и в Российской Федерации. Я правильно понимаю, что на представителей СМИ, наверное, это произвело неизгладимое впечатление. Но насколько я в курсе, работали и эксперты Минобразования России не так давно у нас в Республике, и в частности, знакомились как раз с Межрегиональным Центром Компетенции. Вот какое у них осталось впечатление, и на что они в первую очередь обратили внимание? В первую очередь эксперты посмотрели подготовку наших кадров, тех наших педагогов, которые способны быть экспертами на уровне как субъекта РФ, так и на уровне Российской Федерации. Да, если уж и речь идет, как минимум там и 60 субъектов. Дело в том, что кроме Межрегионального Центром Компетенции, которые созданы в России, а всего их только 7, только в 7 субъектах РФ, в том числе Чувашской Республики, будут создаваться еще специализированные Центром Компетенции для подготовки кадров для экономики, как субъектов, так и всей Российской Федерации. Вот у нас уже 4 СЦК, так называемых, получили сертификат. И надо сказать, что многие наши учреждения готовы дальше создавать специализированные Центром Компетенции на базе своих учреждений. На выходе еще 2 специализированные Центром Компетенции, и в соответствии с поручением главы в ближайшее время у нас, наверное, будет 8-9 таких СЦК, которые по профилю будут готовить кадры для экономики и Чувашской Республики, и Российской Федерации. Вот что понравилось экспертам? Во-первых, понравилась сама база. Понравилось то, что создано ни одно, ни четыре рабочих места, а есть возможность готовить как представителей национальной сборной, так и студентов, которые обучаются профессиональной образовательной организации. И понравилось то, что опыт распространяется в сетевом взаимодействии на другие образовательные организации. То есть в ходе создания МЦК обучение прошли педагоги, мастера производства, обучение не только из Чувашской Республики, те, которые в сети взаимодействия с этим МЦК, ЧМК, но и представители других субъектов Российской Федерации. И задача стоит в том, чтобы использовать опыт этого МЦК для того, чтобы готовить кадры не только узкого профиля, но и взять подготовку кадров для крупных российских корпораций. В частности, конкурсы профессионального мастерства для такой крупной корпорации, как Росатом, проходят как раз на базе нашего МЦК, ЧМК. Но я не говорю о том, что сейчас ведь работодатели готовят кадры для себя. Если раньше они, условно говоря, брали 20% в сфере среднего профессионального образования, остальные 8 брали через центры занятости, через какие-то учебные центры. Потом в течение года их еще обучали сами. Потом те, которые не способны, их просто-напросто увольняли, отсеивали. То сейчас им выгодно, вложив систему среднего профессионального образования, почему они так заинтересованы, и уже получить готовый рабочий продукт, которые способны выпускать эту продукцию. Причем на суперсовременном высокологичном оборудовании. И причем наша система среднего профессионального образования мобильно перестроилась. То есть по классному принципу. То есть она рассчитана на основные направления развития экономики Чувашской республики. Это сельскохозяйственный профиль. Это машиностроение. Это очень важная электротехника. Это учреждения жилищно-кумунального хозяйства. Это транспорт. Ну и другие важные направления. То есть в свое время, когда прошла оптимизация сети учреждений среднего профессионального образования, естественно, все наши учреждения, а их сейчас подвесит Министерство образования 19, они как раз были поделены вот по этому классному принципу. И когда речь идет о участии каких-то федеральных значимых проектов, то, естественно, есть поддержка тех работодателей, которые заинтересованы в подготовке для них в ассоциированных кадрах. База замечательная, очень такая серьезная, основательная. Преподавательский состав тоже готов. Вы достаточно высоко его ценили. Теперь самое главное. Достаточно ли среди самих будущих специалистов, желающих прийти и получить именно эти рабочие профессии? Вот ежегодно мы проводим мониторинг траектории трудоустройства выпускников как девятых, так и одиннадцатых классов. У нас на протяжении последних трех лет где-то более около 50% выпускников девятых классов идут в систему среднего профессионального образования. Это говорит о том, что система знакома, профориенционные мероприятия и для наших учителей, для выпускников девятых классов они знакомы, и они с удовольствием идут. Есть отдача от них, от этих мероприятий? Отдача в этом есть. Но самое главное сейчас задача стоит в том, чтобы расширить перечень тех востребованных специальностей, которые будут нужны для экономики Чувашии и Российской Федерации не завтра, не послезавтра, а в будущем. Потому что сейчас на производстве и даже на малых предприятиях в том числе нужны специалисты, которые имеют кроме основной специальности еще 3-4 компетенции. Вот такие выпускники, они более востребованы. Если в Российской Федерации бум выпускников, вот в прошлом учебном году 55% где-то в среднем пришло по России, то у нас этот бум, он был достигнут где-то на два года раньше. И сейчас выпускники уже в учреждении средних школ, они уже начали выбирать те специальности, которые более востребованы в перспективе. То есть на традиционные специальности, в которых нет, допустим, дополнительной компетенции, они более-то не идут, а идут на перспективу, которые действительно звучные, те, которые будут востребованы и которые действительно обладают 100% трудоустройством. Вот задача системы среднего профессионального образования как раз перестроиться и на опережение готовить кадры для тех технологичных предприятий и производственных процессов, которые есть в экономике Чувашской Республики и Российской Федерации. Я думаю, по этому пути мы будем дальше продолжать. И на это нацелен национальный проект «Молодые профессионалы». Кроме того, Чувашская Республика, одно из первых включилось в движение WorldSkills, то есть чемпионат по рабочим профессиям в 2012 году. Мы были самыми из первых субъектов. И уже в нашей республике прошли наших пять региональных чемпионатов. Успешно выступаем на национальных чемпионатах. Я думаю, это тоже позволяет повысить качество выпускников системы среднего профессионального образования. Сергей Владимирович, Вы упомянули приоритетный проект в области образования. И вот в частности, одно из направлений этого приоритетного проекта – это Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству обучения в школах. То есть мы уже переходим к школьному образованию. Какие меры запланированы в этом направлении? И какие точки приложения усилий, в первую очередь, Вы определяете для своих коллег? Есть национальный проект образования. В рамках национального проекта образования будут реализованы 10 федеральных проектов. Один из проектов как раз направлен на повышение качества образования в средних школах. Что под этим подразумевается? Это, во-первых, создание условий. Что значит условий? Во-первых, все дети должны у нас заниматься в одну смену. Поэтому идет успешное строительство новых школ. К сожалению, в Чувашской республике около 7 тысяч детей на сегодняшний день занимаются второй сменой. 21 школа в городе Чебоксара имеет вторую смену. Ведем мы интенсивное строительство. Построена школа в этом году, сдана в Цивильске, в прошлом году в микрорайоне Гладково. В следующем году будет построена школа в Волжском 3 на 1100 мест. В Финской долине пристрой. Дальше у нас следующая школа, которая такая крупная, на 1600 мест будет построена и введена в эксплуатацию в 2020 году. В новом городе. Потом в Садовом. То есть таким образом будут создаваться условия, чтобы дети занимались, у них была возможность. Почему в одну смену? Для того, чтобы кроме основного образования в рамках ФГОС, дети должны по своим природным наклонностям еще получать дополнительное образование. Это уникальная система дополнительного образования, которая есть только в Российской Федерации. И вот многие федеральные проекты как раз направлены на то, чтобы развивать систему дополнительного образования. Это и новые подходы в уроках технологии. Это дальнейшая информатизация. Цифровые образовательные ресурсы, которые придут в систему общего образования. И у нас есть уникальный опыт Чувашской Республики, когда в своем послании глава Чувашской Республики дал поручение нашему министерству внедрять более активно проект, так называемый, науку в школу. Вот в рамках этого проекта мы сейчас идем оснащение кабинета физики, химии, биологии. На дальнейшее обновление компьютерной базы. Не просто крупных школ, а даже малокомплектных школ. Вот на все эти вещи, связанные с увеличением материально-технической базы, более 100 миллионов рублей направляется. Направляется на то, чтобы у нас в рамках реализации федеральных проектов развивались вот эти непрерывные курсы между школой, учреждением среднего профессионального и УЗом. На базе Чувашского государственного университета будет реализоваться проект, дальнейшее продолжение получит проект, как малый физмат, так называемый. Кроме того, мы выиграли сейчас грант, подавали заявку на 8 грантов, 7 грантов мы выиграли. Будет создаваться центр подготовки и поддержки одаренных детей в сфере образования, физкультуры и спорта. Это тоже определенный стимул для того, чтобы повысить качество образования, для того, чтобы те одаренные дети, которые есть не только в образовании, в культуре и спорте, они могли реализовать свои природные возможности наклонности. У нас создано для того, чтобы удовлетворить запросы родителей и учащихся по дополнительному образованию, запустили навигатор дополнительного образования. То есть все программы, которые реализуют в системе дополнительного образования, у нас более 100 учреждений дополнительного образования, они в этом навигаторе. То есть родители могут выбирать. За это упадет изменение системы финансирования, вот эта система дополнительного образования. То есть деньги пойдут за ребенком. Ребенок выбирает технический кружок, направленность, в учреждения приходят средства. Мы выиграли проект о создании второго кванториума. Но Чебоксарский будет создан в 2019 году еще один кванториум. Здорово. Далее есть проект по развитию дополнительного образования IT-куб. Этот проект будет реализован в умниципальном образовании. Это корпоративный, но профильный. Нет, это не профильный. Там тоже свои канты. Он будет рассчитан на то, чтобы через эти современные, суперсовременные технологии пропускать нашу молодежь, которая обучается в школах. Вот это даст возможность повысить качество общего образования. Тем более образование Чебоксарской Республики входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. И по рейтингу лучших школ, городских, сельских в топы ходим. И по количеству тех победителей всероссийских олимпиад, которые из десятки мы пока еще не выходили. Все-таки вы же всю свою жизнь проработали как раз в отрасли образования. Работали и в школе, и в управлении самой отрасли. И вот стаж позволяет вам достаточно четко представлять себе вот эти изменения, отмечать эти изменения, которые произошли по сравнению с тем, вот как было и как стало. Каждое время ставит свои задачи. И сейчас тот момент, когда государство действительно и правительство Чебоксарской Республики Главы уделяет особое внимание. Я вот о чем сказал. Когда действительно вложение в систему образования должны дать вот эти плоды. Я думаю, что вот эти плоды не будут позитивными. Тут надо понимать не просто в систему образования создание материально-технической базы. База будет хорошая. Самая главная задача сейчас еще и самих педагогических сообществ повысить их профессиональную капитальность. Чтобы наши педагоги были только... Образованный педагог может чему-то научить нашего ребенка. Поэтому задача, мне кажется, сейчас еще стоит параллельно, очень интенсивно учить не просто самих педагогов, но всю образовательную команду. В принципе, федеральное министерство планирует, что на базе Чебоксарской Республики создать такой пилотный регион как раз вот по развитию дополнительного образования. И в ближайшее время предстоит на уровне Министерства образования защитить вот комплексный подход Чебоксарской Республики в системе образования для того, чтобы создать условия для вот всестороннего развития наших детей. То есть каждый ребенок должен найти себя не только в образовательном процессе, но и в дополнительном образовании. Для этого как раз нацелены вот эти пять федеральных проектов, которые мы в 2019 году будем успешно реализовывать. Но я бы сказал, и другие направления надо забывать, потому что кроме основного образования, надо не забывать и дошкольное образование. Поскольку для того, чтобы дети могли получить уже какие-то образовательные навыки до школы, необходимо создавать условия, чтобы они обучались современных дошкольных образовательных учреждений. Сейчас реализуются в Российской Федерации две программы. Первая программа – это обеспечение доступности дошкольного образования в возрасте детей от двух месяцев до трех лет. И вторая программа, которая будет реализовываться с 2019 года – это в рамках программы «Демография». Там тоже есть задача стоит обеспечения дальнейшего строительства детских садов, обеспечения доступности с полутора до трех лет. То есть, по сути дела, дети ясельного возраста должны 100% посещать детские сады. И эта задача должна быть выполнена в 2021 году. О каких цифрах идет речь для нашей республики, в частности? Сколько детских садов мы планируем открыть за новых? Ну, вот в ближайшие, за 2018-2019 годы, в 2019 году мы должны ввести в эксплуатацию 16 детских садов. Это практически нам даст прирост более 2800 мест в детских садах. Ну, в основном, основная масса – это город Чебоксар, 11 детских садов. 9 садов – это по нашей программе. И 2 детских сада в рамках программы «Стимул», которая идет по линии Минстроя Чувашия и Минстроя России. И 5 муниципальных образований – это Канаж, Ново-Чебоксарск, Цивильск, Комсомольский район, Чебоксарский район. Сергей Владимирович, какие еще задачи Вы стоите перед собой, как перед руководителем отрасли и перед своими коллегами на следующий, 2019 год? Основные? Основные задачи, я уже, в принципе, их обозначил, это дальнейшее развитие. Самое главное – это развитие системы дополнительного образования, не забывая о строительстве дошкольных образовательных учреждений для того, чтобы обеспечить доступность дошкольного образования в возрасте с полутора лет до трех лет, выполнить те задачи, которые поставлены и главой Чебоксарской республики, президентом Российской Федерации. Это дальнейшая модернизация системы среднего профессионального образования, дальнейшее развитие то непрерывное образование, которое сложилось в Чебоксарской республике, конечно, поддержка тех одаренных детей, которые у нас есть. И далее еще у нас основная задача – развивать социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого у нас есть прекрасная возможность как в государственных учреждениях, так и есть у нас социализация происходит на базе базового профессионально-образовательного учреждения, на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа. И активно Чебоксарская республика участвует в таком движении, как Обилимпикс. Надо сказать, буквально сейчас наша команда вернулась, 12 участников было. Участвовали не только учащиеся, школьники, студенты, но и же специалисты в возрасте до 65 лет и привезли две медали. Одна медаль – это завевал у нас студент ЧТК по деревообработке, первое место золотую медаль привез. И уже выпускница, как специалист по компетенции портной, она привезла серебряную медаль. Сергей Владимирович, спасибо большое за такие подробные ответы на наши вопросы. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр образования и молодежной политики Чебоксарской республики Сергей Кудряшов. Спасибо за внимание и всего доброго. До свидания.